Всем привет! Это лекция юристки апологии протеста Варе Михайловой о том, как активистам стоит вести себя в полиции и защищать себя в судах. Лекция была организована Молодежным демократическим движением «Весна» для его участников и сторонников, но она будет выложена в YouTube для открытого доступа. Варя, тебе слово. Спасибо большое за приветствие, очень рада всех слышать. Мы с вами сегодня поговорим про несколько аспектов, связанных с правами задержанных. Во-первых, какие права, в принципе, есть у задержанных при попадании в отдел полиции или в автозак, какие шаги стоит предпринять, о каких правах нужно помнить, куда позвонить и так далее. Потом мы с вами поговорим о том, к какой ответственности обычно пытаются привлечь активистов-протестующих. Как об административной ответственности поговорим, так и об уголовной. Потом поговорим напротив о том, как самим протестующим, самим задержанным инициировать какие-то судебные дела или подать жалобы для восстановления нарушенного права. То есть поговорим и о тех делах, которые инициируют государство против протестующих, и также поговорим о тех делах, которые инициируют сами протестующие против государства. Да, первое, о чем мы поговорим, это о правах задержанных в тот момент, когда вы уже оказываетесь в руках правоохранительных органов. Это касается, конечно, не только политических задержанных, не только задержанных протестующих, но поскольку у нас такая кампания собралась, я буду в первую очередь обращать внимание на права именно протестующих. И как только к вам подходит сотрудник для полиции на одиночном пикете или на митинге, или, может быть, вы участвовали в каком-то публичном мероприятии, оно прошло спокойно, и вот вы вышли из дома в булочную, тут к вам подошла полиция и чего-то от вас хочет, вполне осмысленно будет в этот момент начать снимать происходящее на видео, потому что никогда мы не знаем, чем задержание закончится, как оно пройдет. К сожалению, бывают и ситуации, когда полиция наносит какие-то травмы при задержании, либо как-то еще нарушает права совсем серьезно, либо просто это видео вам может пригодиться для того, чтобы потом вы смогли подтвердить, что в действительности обстоятельства задержания были именно такими, оно было именно в таком месте, и вот такие сотрудники полиции с такими лицами, с такими звездочками на погонах вас задерживали. Сотрудники полиции любят иногда сказать, что вы не имеете права их снимать, это, конечно, не так, потому что любой сотрудник полиции, который к вам обращается по поводу какого-то предполагаемого правонарушения, он, очевидно, находится при исполнении, и если он находится при исполнении, то даже если он без формы, это значит, что он в данный момент выполняет свою должностную функцию, и значит, вы можете, конечно же, его снимать, потому что его действия являются действиями публичных властей, и вы потом, опять же, в том числе, может быть, захотите оспорить какие-то действия, так что не стесняйтесь снимать сотрудников полиции на видео. Иногда это вызывает у них такой негатив, но, как правило, это скорее предотвращает какие-то опасные ситуации, чем наоборот, потому что любой из нас, конечно, под прицелом видеокамеры старается вести себя более аккуратно, законно и доброжелательно, чем если все это происходит без свидетелей. И, независимо от того, снимаете вы видео, делаете ли вы фото, постарайтесь помимо этого каким-то образом зафиксировать время фактического задержания, сообщить об этом другу или подруге в каком-нибудь мессенджере, чтобы потом вы смогли вернуться к этому сообщению и точно запомнить время, в которое вас задержали, по этому сообщению установить это таким образом. Также имеет смысл сохранить, каким-то образом записать фамилию, имя, отчество и звание сотрудника полиции, либо, если он отказывается вам представиться, то хотя бы номер жетона, можно его также просто сфотографировать, чтобы в дальнейшем вы могли как-то опознать этого человека. Вот здесь у меня есть такой загадочный пункт на слайде, пункт номер 4, о том, что в идеале хорошо бы составить акт о задержании. И хотя акт – это чрезвычайно полезная вещь, широкая общественность обычно не знает, что такое акты и как их составлять. Акт – это очень простая и полезная штука. По большому счету это как видеозапись, только в виде текста. То есть вы стали свидетелем какого-то события в материальном мире, и вы хотите записать, описать это событие на листке бумаги. Вы берете любой листочек бумаги и пишете на нем красивый заголовок «Акт», и дальше пишете. Данный акт составлен о том, что, допустим, у станции метро «Гостиный двор» в 13 часов 43 минуты ко мне подошел сотрудник полиции с жетоном номер «Татинка». Он не представился, не сообщил причину задержания и в дальнейшем в такое-то время доставил меня, какого-то человека, в автозак, потом доставил в отдел полиции и так далее. То есть вы можете какое-то событие, даже немножко разнесенное во времени, актировать, то есть описать его в виде акта. Для чего это нужно? С одной стороны, это нужно для того, чтобы у вас была какая-то отдельная бумажка, на которой записано в подробности все, что с вами случилось. Потому что, как правило, если происходит какая-то стрессовая ситуация, как столкновение с полицией, нам кажется, что мы так переполнены эмоциями, что мы даже и не сможем забыть всех деталей этого неприятного события. Но, как правило, проходит время, и мы забываем и лица полицейских, и время точное, в какое эти события случились и так далее. Поэтому этот акт, он будет для вас самих в первую очередь очень хорошей, подробной напоминалкой. Но что гораздо важнее? Это то, что этот акт будет иметь юридическую силу гораздо большую, чем какая-либо видеозапись или фотография. Потому что, к сожалению, очень часто с нами случается, что мы приходим в суд, и там начинаем доказывать, что вот какие-то сотрудники полиции таким-то образом нарушили наши права. И в качестве подтверждения показываем вот такую вот видеозапись. И суд говорит, что да, конечно, видеозапись очень интересная, но, к сожалению, мы не можем приобщить ее к материалам дела, потому что непонятно, где она сделана, с кем она сделана. Совершенно не очевидно, что она не имеет признаков видеомонтажа, и поэтому нельзя сказать, что она отвечает требованиям достоверности, относимости и допустимости доказательств. Поэтому и после митингов, и после выборов, где регулярно люди снимают какие-то, например, нарушения комиссии на видео, потом все сталкиваются с ситуацией, что вот ты приносишь видеозапись, а суд просто отказывается при общении, потому что, значит, детство — это непонятно что. И вот акт, составленный на бумаге, он для суда гораздо более железобетонное доказательство, потому что все, что написано на бумажке, в нашем государстве имеет гораздо большую ценность, чем какая-то видеозапись, которая понятна любому, в общем, даже ребенку, понятно, что на этой видеозаписи происходит. Но тут важно сказать, что акт отличается от ваших собственных там мемуаров, воспоминаний или поста в Фейсбуке тем, что кроме вас его должен подписать еще какой-то человек. То есть это такая, знаете, проверка на достоверность, что все-таки этот документ — это не плод вашего воображения, а это какое-то действительно объективно случившееся событие наблюдаемого мира, которое можете подтвердить не только вы, но еще какой-то человек. Поэтому, когда составляется акт, вот все то, что я перечислила выше, вот это вот описание, картинки о том, как кого-то задержали, например, у гостиного двора, облекается в такую форму коллективного подписавшегося. Мы, ниже подписавшиеся, составляем акт в том, что у гостиного двора произошло то-то, то-то и то-то, с тем-то, тем-то, подошли к нему такие-то, такие-то в такое-то время, поволокли его к машине с таким-то номером, потом привезли туда-то и так далее. То есть все те люди, которые вместе с вами, например, тоже были задержаны, оказались с вами в одном автозаке, потом оказались у отдела полиции, там четыре часа сидели на морозе в автозаке, и потом вас выводили из автозака в отдел полиции, могут коллективно подписать вот этот акт. Он может быть в единственном экземпляре, и важно, чтобы просто у вас самих, у вашего коллектива задержанных, сохранился хотя бы один экземпляр этого акта, оригинал, который в дальнейшем можно будет приобщать в суде, и там, демонстрировать оригинал, и приобщать к материалам дела в отпуск. То есть вы этот акт никому прямо там в отделе полиции не отдаете. Вы его сохраняете для себя, именно для того, чтобы в дальнейшем использовать его, по аналогии с видеозаписью, для подтверждения каких-то событий. Почему я так подробно об этом говорю? Потому что действительно это очень хороший, универсальный инструмент, который, к сожалению, люди редко используют. И из-за того, что его никто не использует, то мы сталкиваемся с ситуацией, когда я как правозащитница, конечно, прекрасно понимаю и никогда не сомневаюсь в правдивости слов задержанных о том, что их четыре часа держали на морозе, что им не давали сходить в туалет, не давали пить и есть. Но, к сожалению, кроме меня, вашей защитницы, вам нужно в этом убедить огромное количество других людей. И получается, что эти люди, в том числе суды, прокуратура, следственный комитет, должны поверить вам на слово. И возможность составить акт – это как раз ваш шанс впоследствии доказать, что были такие-то и такие-то неприятности тем людям, которые будут сомневаться в том, что это с вами случилось. Так, теперь пятый пункт – сообщить родным и близким, написать в соцсетях, связаться со знакомыми журналистами. Я думаю, что вы, как люди, близкие к активизму, хорошо понимаете, что в нашей стране публичность – это, как правило, залог вашей безопасности, потому что чем пристальнее за вами следит общественность, вероятно, что с вами случится что-то совсем плохое. Конечно, мы от этого не застрахованы, но всегда все преступления гораздо проще делать за закрытыми дверями и там, где никто не пытается даже следить за этим и контролировать их. Поэтому, как только вас задерживают, лучше сообщить об этом, если вы там готовы на публичность и в соцсетях, и журналистам, или как минимум такое вот просто… Самое минимальное, что нужно сделать – это сообщить вашему хотя бы одному близкому человеку надежному и в идеале вашему защитнику или знакомому из какой-то правозащитной организации. Дальше. Фиксировать все нарушения, в идеале составлять акты. Я уже об этом говорила, что тут вам в помощь и видеозапись, ваш там мобильный телефон, и в том числе вот эти вот акты можно составлять в любом количестве, то есть вы там составили акт о том, в каких нехороших условиях вас везли в полицию, потом составили уже там с другими людьми акт о том, что вам не давали там полиции, например, постельные принадлежности, или акт о том, что к вам не пускали адвоката. Этих актов может быть любое количество. Главное, чтобы каждый акт был подписан теми людьми, которые присутствовали при этом событии. Дальше. Добиваться доступа к юридической помощи. Здесь, и я думаю, что вы тоже хорошо об этом знаете, у нас колоссальная проблема с доступом к адвокатам в отделы полиции, хотя по закону у нас человек имеет право на юридическую помощь с момента, ну, фактически с момента лишения вас свободы, то есть как только вы оказались под эффективным контролем государства, и вы перестали распоряжаться своей судьбой, и вы имеете право на юридическую помощь, независимо от серьезности вменяемого вам правонарушения. Будь то какая-нибудь серьезная статья Уголовного кодекса или какая-нибудь самая маленькая несерьезная статья КОАПа, в любом случае вы имеете право на защитника. И тем более, если вот у вас есть защитник, он к вам приехал, он ломится в отдел полиции со своим там ордером, с доверенностью, и его не пускают, это, естественно, нарушение. И тут, конечно, большой философский вопрос, что с этим нарушением делать. Потому что мы видим, что не только там защитников без юридического образования или с юридическим образованием на бездоверенности, то есть таких, ну, не совсем официальных настоящих адвокатов, но и даже совсем настоящих официальных адвокатов с красивыми красными корочками и с ордером не пускают в отдел полиции. Обычно сотрудники полиции в таких случаях говорят, что вот у нас план крепость, и, к сожалению, вот никого нельзя не впустить, не выпустить из отдела полиции. Конечно, скорее всего, если полиция настроена очень категорично к вам защитника не пускать, то максимум, что вы сможете сделать, это хорошенько зафиксировать это нарушение, а не победить его на месте. Хотя мы знаем много примеров того, когда задержанные так сильно доставали в хорошем смысле сотрудников полиции своими жалобами, что сотрудники полиции понимали, что проще пустить к ним этого несчастного адвоката, чтобы он с ними пообщался, чем слушать вот эти бесконечные жалобы, принимать письменные какие-нибудь тоже ходатайства и жалобы, звонки на горячую линию и так далее. Но, в принципе, все эти жалобы можно направлять, и это имеет смысл делать. В этом случае можно написать жалобу на имя начальника отдела полиции, в котором вы находитесь. То есть вот вы там сидите в этом отделе полиции, и прямо там на бумажке пишете жалобу, и даете ее дежурному, и говорите, вот у меня жалоба на имя вашего начальника, пожалуйста, зарегистрируйте ее и сообщите мне под каким номером вы ее зарегистрировали. Внесите ее в книгу учета сообщения о преступлениях, например, если вы считаете, что это преступление. Кроме этого, вы можете, если у вас не отняли телефон, звонить на горячую линию прокуратуры, например. Прокуратура – это орган, который надзирает за законностью, и часто прокуратура, в общем, не заинтересована в том, чтобы покрывать какие-то халатности, нарушения со стороны полиции, и вполне готова как-то посодействовать восстановлению ваших прав. Кроме этого, есть замечательный телефон, который называется «Телефон доверия МВД». Можно звонить туда и тоже жаловаться на действия непосредственно МВД. Кроме этого, можно уже, если, опять же, при вас есть мобильный телефон, также в электронном виде эти обращения направлять и так далее. И, конечно, если у вас есть возможность связываться с правозащитными организациями, со СМИ, то сообщать постоянно, что вот, не пускают, не пускают адвоката, не пускают, он приехал, он стоит, но его не пускают. Еще очень важный момент о том, как это зафиксировать, чтобы в дальнейшем, опять же, вы могли подтвердить, что у вас был адвокат и его к вам не пускали. Это в самом протоколе, который будет в вашем отношении составлен в полиции, указать прямо в протоколе, в графе ваших объяснений, указать, что к вам прибыл адвокат, и сотрудники полиции к вам его не допускали. Либо вы также можете обратиться с письменным ходатайством на имя начальника отдела полиции. Ходатайство – это такое очень страшное слово, сразу кажется, что должен быть какой-то бланк и там тысяча очень умных слов из постановления конституционного суда. Это все, конечно, не так. Ходатайство пишется в самой простой и свободной форме. Ходатайство – прошу допустить ко мне адвоката Петрова Петра Петровича, который, значит, приехал и стоит в двери. Дата, подпись и все это на имя, опять же, начальника отдела полиции. Если вы такое ходатайство написали, то вы, опять же, в протоколе, в разделе «Ходатайство» можете указать, что вот вам было заявлено такое ходатайство, и оно, допустим, не было удовлетворено, либо даже не было принято. В общем, тут такой простор для вашего творчества есть, и вы можете, в зависимости от того, какие у вас есть силы, канцелярские принадлежности, технические какие-то приспособления, все это делать. Дальше. Очень важный момент – не говорить ничего лишнего и не бояться. У нас есть, как все теперь знают, 51-я статья Конституции, которая говорит нам о том, что мы имеем право не свидетельствовать против себя и своих близких. Но, по большому счету, эта статья позволяет нам не только не говорить о том, что «да, я, Родион Раскольников, убил старушку», но вообще, в принципе, не говорить ничего, что вы не хотите о себе сообщать. Ваши места проживания, ваш род деятельности, ваше место учебы. И тут не обязательно каждый раз ссылаться и говорить «руководствуясь 51-й статьей Конституции, я отказываюсь сообщить свое место учебы». Вы можете просто на какие-то вопросы, которые вам кажутся почему-то опасными, не отвечать. Просто не поддерживать никакой разговор, потому что сотрудник полиции не может вас заставить по закону, не может вас заставить что-то сказать, если вы не хотите вообще поддерживать никакой диалог. И, в принципе, я по опыту своей работы считаю, что чем меньше вы общаетесь с сотрудником полиции на любую тему, тем лучше. Конечно, там можно поддерживать какую-то светскую беседу, если вам это комфортно, что-то там шутить, обмениваться комментариями о погоде. Но говорить с сотрудниками о том, почему вы пришли на митинг, почему у вас такие или не такие политические взгляды, кто вам не нравится в движении «Весна», кто вам нравится в движении «Весна», какие у вас там внутренние конфликты, я не знаю, там, ну вот все что угодно, о чем вас могут спросить. Это все, конечно, не стоит говорить, потому что мы никогда не знаем, как эти слова будут использованы в дальнейшем. И очень часто сотрудники полиции пытаются манипулировать задержанными, убеждая их в том, что давай мы с тобой сейчас просто по душам поговорим, ты мне просто там расскажешь вот это, вот это, и мы тебя отпустим. И люди часто верят этим словам, просто, во-первых, потому что, мне кажется, мы по большому счету не привыкли, что все вокруг нам врут. И как-то для того, чтобы поддерживать какое-то хорошее общение с окружающим миром, мы привыкли доверять людям, и когда они нам говорят, что вот сейчас тебе вот такую бумажку подпишешь и пойдешь домой, ну, скорее всего, это правда. Ну, вот с сотрудниками полиции, к сожалению, это работает часто наоборот. Стоит скорее по умолчанию не доверять, чем доверять каким-то обещаниям и ко всему относиться с настороженностью, потому что у сотрудника полиции нет цели облегчить вам жизнь. У них есть цель облегчить жизнь себе и там заполнить какую-то статистику, отчитаться перед руководством и так далее. Тут можно даже сказать, что ничего личного плохого против вас они тоже не имеют, просто вот just business. Это у них такая работа, но в этой работе ваши интересы точно стоят на последнем месте. И, к сожалению, еще один момент, которым обычно манипулируют сотрудники полиции, это тем, что любой человек, который задержан, как правило, хочет одного, как можно скорее выйти из отдела полиции. И очень часто люди соглашаются что-то подписать, о чем-то рассказать, просто потому, что они искренне верят, что это сэкономит им время. И, может быть, в какой-то момент это так и будет, но, как недавно очень емко пошутила Екатерина Шульман на одной из своих лекций, что, возможно, вследствие этой экономии времени вам уже придется думать о других временных отрезках, о других каких-то сроках, посадок и так далее. Потому что, конечно, любые доверительные разговоры с полицией могут превратиться в какое-то более глобальное дело, чем то, по поводу которого вас задержали. К сожалению. Так что здесь мой основной совет — это вот у вас есть паспорт, в этом паспорте написано ФИО, дата рождения, место регистрации, все. На этом можно ограничиться, потому что данные о проживании, данные о месте работы, данные о месте учебы — все это может быть использовано против вас, когда сотрудники начнут писать какие-то письма вашим деканам, вашим работодателям, приходить по вашему месту жительства и так далее. Права задержаны. Их, на самом деле, довольно много. И когда на них смотришь, вот у меня даже два слайда, прямо как-то хочется расправить плечи и сказать, так вот, оказывается, сколько у меня прав. А обычно, когда тебя задерживают, кажется, что все твои права человека на этом закончились, вплоть до прав пить, ходить в туалет, спать и так далее. Хотя, конечно, это вообще базовые человеческие права, которые нельзя отнять даже у самого страшного преступника, а не то, что у человека, который совершил какое-то мелкое административное правонарушение. Значит, во-первых, что мы можем и на что мы имеем право, это знать о причине основаниях своего задержания. Это написано напрямую в федеральном законе о полиции. То есть сотрудники полиции должны вам прокомментировать, в связи с каким правонарушением, преступлением вы задержаны. Также они вам обязаны разъяснить ваши права. И это на самом деле гораздо важнее, чем может показаться на первый взгляд. И, к сожалению, у нас нет вот этой традиции настоящего разъяснения прав, когда в лучшем случае в наших реалиях людям там пробубнят голосом понаваря, что «Настатья, 51-ка, все-таки иметь право нестатистить против 6-ми близких, но там же «воследствия, 21-ка, 1-ка, 1-ка, 2-ка, 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 2-ка». То есть в лучшем случае вам что-нибудь такое пробубнят, либо дадут подписать бумажку, где процитирована статья закона. Хотя вообще-то в этих статьях и Конституции, и Коапа написаны действительно чрезвычайно важные, фундаментальные вещи о том, что вы можете не свидетельствовать против себя и своих близких. И мы с вами там хорошо это знаем, потому что это уже притчевый языцок, все активисты про это знают. Но здесь есть огромное количество задержанных, которые никогда не интересовались какими-то правоохранительными историями, и для них эта 51-я статья Конституции может стать большим удивлением. Особенно сейчас, когда люди там смотрят американские сериалы, и в Америке совсем другое, ну это я так для иллюстрации привожу пример, совсем другое законодательство. Если вы обвиняетесь в каком-то преступлении, то вы, например, не имеете права в суде врать, и вас за это вранье в суде могут привлечь дополнительные ответственности. У нас в законодательстве совершенно другое. У нас ты можешь, если тебя привлекают к ответственности, ты можешь ничего не говорить, можешь врать, и за это твое вранье, когда ты там говоришь, что я был не на той улице, а на другой улице, тебя не могут привлечь к ответственности за дачу заведомо ложных показаний, потому что у нас дача заведомо ложных показаний это ответственность только для для свидетелей, для экспертов и так далее, но не для того человека, которого обвиняют в чем-то. И действительно, это фундаментально важные вещи. То же самое касается права на юридическую помощь, права на подачу ходатайств и так далее. Все это должно быть разъяснено. И когда в отделе полиции составляются протоколы в отношении задержанных, в каждом протоколе есть графа, где вы ставите свою подпись о том, что вам разъяснена ответственность такая-то или ваши права такие-то, в том числе как раз 51 статья Конституции и статья 25.1 Коаперет, которая говорит о правах привлекаемого лица. И если вам эти права не были разъяснены перед составлением протокола, то стоит, и это очень во всех смыслах полезно и правильно, в этой графе, вместо того, чтобы ее слепо подписывать, указать, что до составления протокола или до отбирания объяснений права не были разъяснены. Можно это просто указать в сокращенной форме. Не разъяснены. Это имеет большое практическое значение, помимо всего прочего, потому что если суд первой инстанции привлечет вас к ответственности, используя в качестве доказательств, например, ваше объяснение, в котором написано, что вам не разъяснены ваши права, предусмотренные такими-то статьями, то это является очень серьезным основанием для отмены постановления в городском суде, в петербургском суде второй инстанции, потому что использование такого доказательства недопустимо. Если вам, у вас взяли какие-то показания, не разъяснив вам ответственность или составили протокол, не разъяснив ваши права, то такие документы не могут быть использованы как доказательства по делу. Поэтому все это не просто наша такая философская борьба с разъяснением прав, это в том числе очень практический лайфхак, который поможет в дальнейшем отменить постановление суда первой инстанции. Так, сообщите задержание. Это я уже об этом говорила, что это полезно сделать, но тут важно, что это не просто, опять же, полезный совет, но это также ваше право, которое прописано в статье 27.3 КОАП РФ. Например, если вас задерживают на ночь, то у вас есть право там не просто связаться с семьей, а, например, также связаться с работодателем или с руководством вашего университета или вашей школы. И есть вообще вот тоже такой немножко кинематографичный мем, аспект – это право на звонок, что вот если вас задержали, вам разрешен один звонок. Вообще-то, конечно, вам разрешено сколько угодно звонков по вашему собственному телефону, просто как минимум один звонок вам обязана предоставить сама полиция. Если с вашим телефоном что-то случилось, если у вас он сломался, разрядился, то как минимум один звонок вам должна обеспечить полиция, они должны вам сами дать телефон для этого звонка. А с вашего собственного телефона вы можете звонить хоть по всем телефонам вашей записной книжки, и вы тут не ограничены до того момента, как у вас этот телефон отберут. И здесь я бы хотела поговорить, это, к сожалению, очень болезненная сейчас тема, как раз отбирание мобильного телефона. В Петербурге, кстати, еще не так плохо, как в других городах, но в Москве, например, очень часто у людей задерживают мобильные телефоны прямо при задержании, вот когда помещают по автобусу, сразу всех просто, знаете, как это, передаем за проезд, передаем телефончики, значит, задержанные, все их передают. Тут, конечно, это, безусловно, превышение полномочий со стороны полиции, это прямое нарушение, и тут важно, и чтобы сами задержанные понимали, что не надо этот телефон просто так сотрудникам полиции отдавать. У нас в законе есть два основания для изъятия телефона, если вы привлекаемы по делу об административном правонарушении. Первое, это если ваш телефон является предметом совершения правонарушения, ну, тут можно какие-нибудь разные там представить варианты, там, вы с этого телефона зашли в Твиттер и запостили что-нибудь нехорошее, противозаконное, но в этом случае должен быть составлен там протокол изъятия этого телефона, и в любом случае это не просто сотрудник полиции подходит к себе и это, типа, слышь, телефон есть, а если найду. Это официальная процедура с понятыми, которые подтверждают, что вот этот телефон, там, достается у вас из сумки, и вот по протоколу он вносится, описывается и так далее. И второй вариант, это если вы уже находитесь непосредственно в отделе полиции и вас хотят оставить на ночь как задержанного в отделе полиции, вас могут поместить в камеру, и в этом случае вас отбирают какие-то предметы, в том числе шнурки, пояс, какой-нибудь ремень, трестик или какой-нибудь другой предмет, висящий на шее, для того, чтобы вы там не причинили себе какой-то вред, находясь в камере, и в том числе отбирают телефон, но в этом случае опять же составляется опись изъятых вещей. То есть основная мораль в том, что если у вас изымают телефон, это все должно быть зафиксировано, и каждый раз, когда у вас что-то изымают, это происходит либо с понятыми, которые подтверждают это изъятие, либо если там вокруг на километре нет людей и ни одного понятого не нашлось, то тогда сотрудники полиции должны сделать видеозапись изъятия этих вещей. То есть это серьезная процедура, потому что вас лишают вашей собственности, пусть даже на время. И, конечно, это не может происходить просто типа сотрудник полиции и решил забрать телефон. Дальше. Пользоваться помощью защитника с момента задержания. Я уже про это говорила. Здесь просто все те же советы, о которых я говорила ранее, укомплектованы в виде списка с ссылками на конкретные статьи закона, на которые можно ссылаться, если вы хотите оспорить нарушение этого права. Получать медицинскую помощь. Это тоже, опять же, ваше фундаментальное и естественное право. Право не подвергаться пыткам и жестокому бесчеловечному обращению и право получать медицинскую помощь, если с вами что-то случилось. Это следует как напрямую из Конституции, из различных международных документов, деклараций, конвенций и так далее, так же и из федерального закона об основах охраны здоровья граждан. Что это значит на практике? Что если с вами что-то случилось, вам стало плохо, независимо от того, это сотрудники полиции, не дай бог, с вами что-то плохое сделали, или у вас, там, ваш организм живет своей жизнью, и ему самому стало плохо, независимо от действий полиции, вы можете вызвать скорую помощь, или если вы не можете вызвать ее сами, сотрудники полиции обязаны вам ее вызвать, если вам требуются какие-то лекарства для регулярного приема или для экстренного приема, вам тоже должны это все обеспечить и так далее. И здесь тоже не нужно стесняться и не нужно ни в коем случае жертвовать своим здоровьем, потому что по большому счету здоровье – это действительно самое главное, это очень важно, это гораздо важнее, чем там какие-то штрафы, протоколы, протесты и так далее, потому что ни в коем случае не ставьте свое здоровье на последнее место, всегда помните, что что бы с вами ни происходило, вы имеете право защищать свое здоровье. И в том числе, если сотрудники полиции что-то с вами, не дай бог, сделали, это могут быть травмы при задержании либо пытки, мы знаем, что часто у задержанных пытаются силой выпытать пароль от телефона или какую-то еще информацию, конечно, это все нужно обязательно тут же привлекать к этому внимание и медицинскую помощь, и в том числе обращаться к юристам, которые занимаются именно насилием со стороны полиции. Вот мы в апологии протеста помогаем, в том числе тем, кто столкнулся с насилием со стороны полиции. Центр «Насилию нет», который традиционно занимался гендерным насилием, сейчас в том числе занимается насилием со стороны полиции. Тема актуальна, тема горячая, много юристов с этим работает, тоже не стесняйтесь обращаться к ним, к нам. Не давать показания против себя и своих близких, об этом уже поговорили, не сообщать о себе никаких данных, кроме тех, что указаны в патруте. Все это все обсудили. Дальше. Еще одна тоже горячая такая тема регулярно, вот в 2021 году это нарушается, это право отказаться от фотосъемки и принудительного декцилоскопирования. У нас есть отдельный федеральный закон о государственной декцилоскопической регистрации, где там 5000 знаков о том, как берутся отпечатки пальцев, в каких условиях, у кого и так далее. И отдельный закон о полиции есть, в котором тоже кратенько написано про принудительную фотосъемку и декцилоскопирование задержанных. Здесь основная мораль такая. Если вас задержали, доставили в полицию, и ваша личность установлена, то вас не могут принуждать к фотографированию и к декцилоскопированию, потому что в общем смысле эта процедура нужна для того, чтобы установить вашу личность. Например, там, не знаю, вас задержали, вы, не знаю, там, грабили магазин, и вы отказываетесь называть свое имя, у вас нет паспорта, непонятно, кто вы такой, вот какой-то такой человек, мистер М. И для того, чтобы вы в дальнейшем не потерялись, не увезнули от ответственности, от ответственности вас фотографируют и берут у вас отпечатки пальцев, чтобы впоследствии как-то соотнести вашу личность с вашим официальным именем и так далее. Если же у вас паспорт есть или если у вас есть какие-то другие документы, там, права, студенческий билет, они, конечно, не являются официальным документом, который подтверждает личность гражданина на территории Российской Федерации, но они косвенно свидетельствуют о вашей личности, и вы также можете просто со слов сообщить свою личность, после чего сотрудники полиции могут обратиться к своей базе всех лиц всей Руси и там в этой базе проверить. Даже если у вас нет никаких документов, вы просто говорите там «Меня зовут Петр Петрович», и они проверяют по этой базе Петра Петровича, смотрят его фотографии, смотрят на вас. Все. Если это подходит, сочетается, то этого достаточно для установления личности. Но это уже скорее такие правозащитные толкования, а официально строгие толкования – это то, что если у вас есть паспорт, вот этого паспорта 100% достаточно абсолютно точно. Хотя с правозащитной общечеловеческой точки зрения даже и паспорт для установления личности не на 100% нужен. Потом единственный момент, когда у вас бактериоскопирование может случиться, даже если ваша личность установлена и паспорт у вас есть, это если после суда вам назначен административный арест и вы отправляетесь отбывать арест в спецприемник, то перед помещением в спецприемник у вас действительно уже могут, независимо от установления личности, взять отпечатки пальцев, потому что это уже вот процедура приема арестантов в спецприемнике. Но до суда, если личность установлена и после суда, если у вас не арест, то никакой фотосъемки, никакого дактилоскопирования быть не может. И тут тоже мы все время сталкиваемся с тем, что сотрудники полиции, они манипулируют людьми. Они говорят, ну, ты, конечно, можешь отказаться, но тогда будешь сидеть до утра. А если согласишься откатать пальчики, то тогда пойдешь сразу. И тут, конечно, люди часто на это соглашаются, даже зная и понимая, что это незаконно, просто потому что они думают, ну, фиг с ним, с этими пальчиками, пусть они будут у них в системе, зато я переночую дома. И здесь, конечно, я не могу там за вас решать, и каждая конкретная ситуация, она разная, и действительно не исключено, что эти угрозы реальны. Но, во-первых, помните, что вот ваши права такие, что это необязательная процедура, что это прихость сотрудников. И второе, есть множество историй того, как люди сталкивались с такими угрозами и манипуляциями, не соглашались на эти манипуляции, отказывались дать отпечатки и благополучно уходили домой в короткое время вместе с теми, кто согласился дать отпечатки пальцев. И это, опять же, возвращает нас к теме того, что, к сожалению, сотрудникам полиции часто нельзя верить на слово, потому что вот много таких манипуляций, в которых никогда не поймешь, где реальная угроза, где реальное обещание, где просто хотят от вас получить что-то желаемое. Вот меня задерживали недавно и сажали на сутки в КАС, камеру для административно задержанных, и вот при помещении в камеру меня, типа, фотографировали, грубо говоря, даже не спрашивали, просто, типа, там, встань, сфотографируй. Ну, то есть нет такого, типа, хотите вы сфотографироваться или что-то такое. Вот, и я знаю, что просто при задержании, типа, я могу отказываться, а там уже был арест, и поэтому не был уверен, и они как-то резко так все это сделали, что я даже не успел отказаться. Это, получается, тоже было незаконно, правильно? Ну, ты тут путаешь два понятия административный арест и административное задержание. Административный арест – это вид наказания, который назначается судом после того, как уже рассмотрен ваш протокол в суде. А административное задержание – это мера, которую может применить полиция после того, как вас доставили в отдел, вас могут действительно задержать, там поместить в камеру для задержанных и так далее. И вот перед помещением в камеру для задержанных в отделе полиции у вас не появляется никакой дополнительной обязанности давать отпечатки пальцев или фотографироваться, потому что здесь действует вот это общее основание, что важно только установлена ваша личность или нет, а не помещаетесь ли вы в камеру для административных задержанных или сидите просто на стульчике в акте вам дали в полицию. Это неважно с точки зрения закона. И поэтому, если вас там пытаются принудительно сфотографировать перед помещением в камеру, ну, скажем так, не надо, конечно, вступать в какую-то прямую физическую конфронтацию с полицией, но не надо там по доброй воле вставать рядом с этой линейкой и там позировать. То есть старайтесь как-то максимально, ну, если вы хотите пофотографироваться в полиции, опять же, ваше право, я вас не останавливаю. Но если не хотите, то делайте там любые добросовестные действия, которые затруднят полиции вашу фотографирование. Там можно закрыть лицо, отвернуться и так далее. Потому что вот вставать по струнке и позировать это не ваша обязанность в этом случае. По поводу отнятия телефонов, ну, либо я прослушал из-за всяких настроек, либо не было упомянуто про паспорт. Ты ведь не рассказывала про когда пытаются изъять паспорт или говорила про это? Нет, я про это не говорила, но тут такой вопрос, что напрямую по поводу паспорта в законе вы не найдёте какой-то инструкции, что там типа сотрудник полиции имеет право на 35 секунд взять у вас паспорт, потом он обязан его отдать и так далее. То есть нет какого-то очень конкретного, подробного сценария законного о том, что полиция может с вашим паспортом делать. Но с точки зрения такого добросовестного понимания всей этой процедуры проверки документов, если вы находитесь там на пикете, например, к вам подошли сотрудники и хотят у вас посмотреть документы, у вас нет обязанности передавать их в руки полиции, вы можете своих рук показать, там перевернуть страницу, который там хочет полиция увидеть и также положить его себе в карман. Если же вы уже находитесь в отделе полиции, сотрудники полиции часто берут паспорта просто у всех для того, чтобы их там откопировать, приложить копии к материалам дела и по закону они имеют право на копирование документов, поэтому здесь я не вижу, почему бы вот это вот действие взять паспорт у задержанного было бы незаконным, потому что это все-таки не процедура изъятия, это именно часть процедуры проверки документов, поэтому здесь я не могу сказать, что типа сотрудники полиции ни в коем случае не имеют права брать у вас из рук паспорт в отделе полиции, но поскольку закон напрямую так подробно это не регулирует, то, скажем так, на свой страх и лист можно попробовать и в отделе полиции не отдавать паспорт из рук, а держать его при себе и попытаться убедить сотрудников полиции в том, что они не должны у вас его забирать, но момент такой не до конца однозначен. Еще хотел сказать, что часто это бывает именно при задержании, при помещении в автозак, вот как собирают иногда где-то телефоны, я с таким вроде не сталкивался, но паспорта часто берут, типа вот у меня был такой конфликт, типа сажают в автозак, говорят давай паспорт, я говорю, зачем, на каком основании, вот я могу вам продемонстрировать его, можете посмотреть, это пожалуйста, но изымать на каком основании я не вижу, и они мне угрожали с сопротивлением законным требованиям сотрудника полиции, что-то такое, я так понимаю, это просто угрозы, и у них нет таких оснований, ну как минимум при доставлении в отдел, то есть если я продемонстрировал им паспорт. Опять же, вопрос не до конца урегулирован незаконодательством, поэтому здесь определенные риски есть. Я видела протоколы, составленные в отношении людей, которые отказывались передать в руки сотрудникам полиции паспорт, протоколы видела, то есть вот действительно по статье 19.3, о которой ты говоришь о невыполнении законного требования сотрудника полиции в связи с тем, что отказался передать сотруднику паспорт, но я не видела судебных решений, которые бы подтвердили, что действительно это основание для привлечения к ответственности по этой статье. Тут, может быть, стоит изучить практику, может быть, такие решения уже появились, и я просто о них не знаю, но по большей части это скорее угрозы, и это такой вот тонкий лед. То есть вы в таких ситуациях взвешиваете ваши риски, что вот вы передадите паспорт, и вы тогда рискуете тем-то, а вот вы не передаете сотрудникам паспорт, и тогда вы рискуете тем-то, потому что однозначного ответа с точки зрения закона нет. Тут стареет вашего характера и от характера сотрудников зависит, как будет развиваться эта ситуация. Дальше. Вот я мешала говорить про давать объяснение и показания на своем языке, пользоваться помощью переводчика. Я понимаю, что тем, кто слушает эту лекцию, поскольку я ее читаю на русском, скорее всего, не актуально это право, но если вы окажетесь в одном автозаке с теми, кто не говорит или плохо говорит по-русски, то обязательно помогите им, помните, что такое право есть, и поделитесь им с другими задержанными. Соблюдение сроков задержания. Это такой тоже тонкий, сложный момент. У нас есть общее правило о том, что если вас задержали под неэффективным правонарушению, вас могут держать не больше трех часов в подделе полиции. Но при этом этот срок может быть увеличен до 48 часов, если статья, по которой вас задержали, предусматривает административный арест. Например, статья, о которой сейчас упоминал Рома, это статья о невыполнении законного требования сотрудников полиции. Эта статья предусматривает санкцию до 15 суток ареста, поэтому по ней могут оставить вас в отделе полиции до 48 часов и потом прямо из полиции увезти в суд для рассмотрения дела об административном правонарушении. И с этими правилами об административном задержании очень много злоупотреблений, потому что выполнение вот этих вот часов задержания и вообще применение этой процедуры административное задержание не должно быть самоцелью. Сотрудники полиции должны применять к вам задержание не потому, что они могут его применить, а потому, что есть какая-то необходимость его применить. Вот сравните это с ситуацией, когда вы, например, курите рядом с входом в метро или, например, переходите дорогу в неположенном месте. Это все тоже административные правонарушения, но сотрудники полиции едва ли в такой ситуации будут вместе с огромной бригадой Росгвардии бросаться на перерез к вам с другой стороны улицы, хватать вас за руки и за ноги, тащить в автобус, четыре часа катать по городу и потом еще три часа держать в отделе полиции, чтобы составить торжественный протокол о том, что вы курили уходом в метро или перешли дорогу в неположенном месте. А вообще-то нарушение порядка проведения митинга это то же самое, это такое же правонарушение, как курение у метро или переход дороги в неположенном месте. И сотрудники должны применять такую меру, как административное задержание к митингующим не потому, что они могут им разрешать формально закон это сделать, а потому, что есть действительно какая-то необходимость, которая не позволяет им составить протокол на месте, который оправдывает это доставление в отдел полиции и удерживание там в течение нескольких часов. Здесь есть позиции множественные европейского суда по правам человека, который регулярно указывает России на то, что сотрудники полиции должны, вот, например, Роман Максимов стоит с пикетом у гостиного двора, к нему подходят сотрудники полиции, они считают, что вот он что-то не прав, не то делает, нельзя ему с пикетом тут стоять. Они имеют все возможности составить протокол на месте или просто записать данные Романа и потом вызвать его в отдел полиции для составления протокола. Очевидно, что от того, что Роман Максимов простоит на этом месте еще там 15 минут, ничего не случится, ничего, никаких общественно опасных впоследствии не будет. Даже если действительно он что-то формально нарушил, совершенно нет никакой необходимости его тащить через весь город в какой-нибудь отдел полиции и там удерживать. И Европейский суд регулярно требует от России, чтобы она объяснила, почему невозможно было составить протокол на месте. Но Россия в этом смысле упорствует и очень сильно злоупотребляет этим правом на административное задержание и говорит, что нет, мы не должны это объяснять, захотели, имеем право, доставили в отдел полиции и захотели 48 часов держать в полиции, держим. Опять же, для того, чтобы держать человека 48 часов и принудительно тащить его в суд, тоже должны быть особые основания. Например, у полиции есть какие-то доказательства, которые говорят о том, что этот человек будет скрываться, он там какой-то известный судивист, который регулярно не является в суд и для того, чтобы обеспечить его явку в связи с его таким дурным характером мы его удерживаем до суда. Но у нас это, конечно, происходит не так, у нас просто всех подряд, там, тех, кто первый раз задержан или никогда не уклонялся от явки в суд, всех все равно оставляют там на сколько угодно часов в полиции. Это, конечно, все не соответствует духу права и нужно тоже об этом там составлять акты, жалобы, если вы считаете, что это нарушает ваши права. Дальше. Вы имеете право знакомиться с протоколами, любыми, которые составляются в вашем отношении. Обычно это протокол об административном правонарушении, протокол об АП и протокол ДЛСАП, протокол о доставлении лица, совершившего административное правонарушение. Кроме этого, если вас подвергают административному задержанию, то есть вот оставляют в отделе полиции после составления протокола для чего-то, то составляется еще протокол об административном сдержании. Далее вы можете эти протоколы прочитать, внести там все сведения, которые считаете нужным, туда внести и, кроме этого, получить копии этих протоколов. Когда вы вносите какие-то сведения в протокол, тут стоит подумать и вспомнить, опять же, 51 статья Конституции, которая позволяет нам не сообщать о себе дополнительной информации. И я скорее рекомендую, когда вы подписываете протокол в полиции, не расписывать там вашу подробную позицию по делу, что там я пришел на митинг с каким-то плакатом, из каких-то соображений и так далее. Лучше скорее ограничиться какими-то формальными замечаниями, указаниями, во сколько вы были задержаны, какие нарушения были при задержании и предоставлении при задержании в отделе полиции. То есть используйте это место в протоколе не для того, чтобы рассказывать там, почему вы не виноваты или виноваты, если вы там согласны почему-то с протоколом, а скорее используйте это для того, чтобы сообщить о каких-то нарушениях из страны полиции. И тут мне важно сделать такую отдельную большую ремарку, что я советую не говорить ничего по существу, не потому что в принципе не надо ничего говорить по существу, а потому что позицию по делу в любом случае лучше формулировать, когда вы уже находитесь в спокойной обстановке, уже получили копии всех протоколов, готовитесь к суду, имеете возможность проконсультироваться с юристом и так далее. А в отделе полиции все-таки такая стрессовая обстановка, у вас там ограничен доступ к интернету, может быть, к юридической помощи, и поэтому, чтобы не написать чего-то лишнего, лучше скорее как-то формально ограничиться указаниями на незаконные действия сотрудников полиции. Но при этом я ни в коем случае не отговариваю вас в принципе говорить, что вы там пришли на митинг, что вы действительно хотели выразить там свое мнение по какому-то общественно-политическому вопросу. Конечно, это ваше право, это очень важно, если вы действительно пришли для этого, а не были случайным прохожим, отстаивать это право. И здесь у нас регулярно происходит такое общественное заблуждение, очень, к сожалению, популярное, и я прямо прошу вас, раз мы с вами собрались на эту беседу, донести эту информацию до других активистов, от других, возможно, задержанных, что когда вы говорите, что вы действительно там, например, участвовали в митинге 31 января в поддержку Алексея Навального, это не то же самое, что вы говорите, да, я признаю вину во вменяемом правонарушении. И это грандиозное заблуждение всего нашего общества, вплоть до того, что даже наши суды думают, что подтвердить факт участия в митинге и признать вину – это синонимы, это совершенно вообще даже близко не синонимы. Потому что когда вас в суде спрашивают, вот там, Варвара Дмитриевна, вот вы тут доставлены в суд с таким-то протоколом, тут написано, что вы тут в митинге несанкционированном участвовали, кричалки кричали, там, плакат держали, признаете ли вы вину, Варвара Дмитриевна? Что я бы сказала, если бы я была задержанной митингующей? Я бы сказала, да, я была на митинге, я участвовала в мирном собрании, реализовывала свое право на свободу мирных собраний, которые гарантированы мне 31 статьей Конституции и там 11 статьей Конвенции о защите прав человека и основных свобод, если бы я хотела как-то очень выпендриться. И добавила бы обязательно, что я считаю, что мое действие не является правонарушением, потому что в нем отсутствует какая-либо общественная опасность, я не совершала никаких деструктивных действий, не нарушила ничьи права, не угрожала ничьей безопасности, ни каким образом никого обидела, никаких дискриминационных лозунгов не выкрикивала, проезд транспорта не мешала, букашек-таракашек не обижала. И поэтому я вину не признаю, потому что в моих действиях отсутствует общественная опасность, и я считаю, что государство, преследуя меня за мирное выражение мнения, очень сильно вмешивается в мое право на свободу собрания, на свободу выражения мнения, гораздо сильнее, чем это допустимо в демократическом обществе. Это такой мой сейчас был стихийный монолог, это все, конечно, можно сказать в разных словах и гораздо короче, но основная идея в том, что признание участия в митинге и признание вины – это совершенно разные вещи. Если вы говорите, да, я участвовал в митинге, и поэтому я признаю вину, таким образом вы соглашаетесь с позицией государства, что, участвуя в мирном митинге, вы злоупотребляете своими демократическими правами, как будто бы участие в мирном митинге – это что-то плохое и преступное. Вы, конечно, можете так считать, и многие наши соотечественники, полиция и суды считают, что мирный протест – преступление само по себе. Но я, например, как правозащитница так не считаю, и мой долг вам объяснить, что эта позиция имеет не только полное право на существование, но и соответствует мировому демократическому концентру. Про ЧПРГ. Я так понимаю, что вопрос о том, что ЧПРГ – это некий особый статус, и он как-то влияет на твои права при задержании. Действительно, это так, но тут важно в полной мере понимать, как именно статус ЧПРГ влияет. ЧПРГ – это член комиссии с правом решающего голоса, и у нас по закону задерживать ЧПРГ можно, составлять протоколы можно, но перед тем, как суд рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении ЧПРГ, должна быть получена санкция прокурора, который скажет, что да, я разрешаю рассмотреть вам, уважаемый суд, это дело, и таким образом прокурор контролирует, чтобы это дело не было попыткой вмешаться в права ЧПРГ, связанные с контролем электоральных процессов. Это все звучит так тоже очень хорошо, демократично и серьезно, но на практике большого смысла это не имеет. Как мы видим, прокуроры регулярно эти согласия штампуют без всяких проблем. То есть если сотрудники полиции знают, что в ЧПРГ, они направляют материалы дела, там какой-то запрос из материалов дела в прокуратуру, прокурор отписывает это разрешение на привлечение вас к ответственности, и дальше просто вместе с материалами это согласие поступает в суд. И по большому счету тут, наверное, даже нельзя сказать, что это какое-то нарушение, потому что если ваше задержание не приходится на период избирательной кампании и не связано с вашей профессиональной работой на выборах, ну то, наверное, действительно прокурор и не должен как-то препятствовать рассмотрению этого дела в суде. Но какой-то важный момент, что если вы не сообщили в первой инстанции или в полиции, что вы ЧПРГ, и полиция не озадачилась этим вопросом, то в принципе суд апелляционной инстанции, если вы там сообщите, что вы на самом деле ЧПРГ, и полиция не получила согласие прокурора на рассмотрение вашего дела, то это должно стать основанием пунктиляции для того, чтобы отменить постановление и, например, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Но в последние годы у меня ощущение, что Санкт-Петербургский городской суд перестал считать, что это все важно и нужно об этом говорить, и, кажется, они стали немножко игнорировать эту норму, но у нас мало было дела в отношении ЧПРГ, поэтому я не могу сказать, что тут есть какая-то однозначная и окончательная практика, но в любом случае вы либо можете сразу в отделе полиции сказать о том, что вы ЧПРГ, ну, тогда, скорее всего, ваши материалы чуть-чуть дольше будут поступать в суд. Я, например, когда задерживалась в 2017 году, сказала сразу, что я ЧПРГ, и из-за этого я не получила административный арест, а получила штраф по арестной статье, просто потому что пока прокурор вернулся с дачи и подписал согласие на привлечение меня к ответственности, уже закончились листавские сприемники, и мне вот так очень повезло, что из-за этого мне дали штраф, а не арест. Но по реалиям сегодняшнего дня, скорее всего, это бы кончилось тем, что меня бы просто увезли бы в тест-приемник в Лугу, и, скорее всего, это было бы даже хуже, чем если бы меня поместили на Захаревскую. Так что здесь, конечно, все немножко меняется месяц от месяца и год от года, но, наверное, если вы ЧПРГ, то имеет смысл приберечь эту информацию до суда апелляционной инстанции и там уже указать на это. Но при этом не исключена ситуация, что ГУРСУС скажет, ну, извините, вы сами раньше не сказали, что вы ЧПРГ, поэтому отменять мы ничего не будем, вы злоупотребили своим правом. Тут такая практика неоднозначная, можно поэкспериментировать, тоже посмотреть, что будет, но, скорее всего, это не станет каким-то спасительным билетом. Так, куда обращаться? У нас есть множество правозащитных организаций, которые работают с задержанными. Я здесь только некоторые перечислила. Апологию протеста, где я работаю, у нас есть горячая линия Апология Хелл в Телеграме. Наши прекрасные коллеги из ОВД-Инфо, у них федеральная горячая линия, и с ними сотрудничает приложение горячая, ой, красная кнопка, на которую можно нажать, если вы задержаны. В Петербурге у нас есть старинный телефон горячей линии для задержанных, который тоже передает информацию в разные правозащитные организации. Кроме этого, есть правозащита открытки, есть штаб задержанных у партии Яблок, который периодически появляется во время больших акций. Есть контакты штаба Навального, например, если это акция Навального. То есть контактов, в принципе, много. Пользуйтесь теми, которые вам ближе и понятнее. Там ОВД-Инфо, например, сейчас бот, с которым ты общаешься. У нас, у Апологии, живые юристы обрабатывают сообщения, и тут везде свои достоинства и недостатки. Там бот не задерживается с ответом, зато там этот ответ будет не такой индивидуальный. У нас ответ будет скорее более индивидуальный, но он может прийти к вам через пару часов, если идут большие задержания, и, может быть, уже вам будет неактуально получить этот ответ. Поэтому помните, что есть разные организации, которые по-разному работают, но в любом случае все работают вместе для того, чтобы помогать политическим задержанам. Дальше. Я уже упоминала, что есть горячая линия прокуратуры, куда можно звонить, если полиция делает какую-то бяку. Есть телефон доверия МВД. В таких же случаях можно туда звонить. Это телефоны для Петербурга. Здесь написано. Соответственно, если вы в другом регионе, то поищите телефоны в своих городах. Так, теперь про судебные и внесудебные дела. Первая категория дел – это когда государство привлекает вас. Это наиболее частая ситуация. Вот вас задержали, составили протокол об административном правонарушении или, не дай бог, возбудили уголовное дело, и дальше уже вы становитесь в потице обвиняемого и доказываете, что вы ни в чем не виноваты на самом деле. Тут у нас… Мне стало немножко грустно и весело, пока я сделала эти слайды, потому что, смотрите, вот раз слайд, два слайда, три слайда, четыре слайда. Ну, то есть прям много вариантов, что можно получить, если ты задержался на митинге. Причем ирония следует в том, что хотя у нас, опять же, на международном уровне провозглашено, что должно быть единство и предсказуемость правоприменения, но на практике ни ты, ни сотрудники полиции, которые тебя задерживают, никто из вас не знает, что вам будут сменять. Вас могут просто отпустить. Вам могут дать протокол по штрафной статье, вам могут дать протокол по арестной статье. Вы можете стать обвиняемым по уголовному делу. И очень часто это абсолютная рулетка, которая зависит не от того, что вы сделали, в каких обстоятельствах были задержаны, а от каких-то совершенно других внешних обстоятельств. Но самая классическая статья – это статья 20.2 КОАП РФ «Нарушение порядка проведения публичного мероприятия», которое постоянно разрастается, в ней постоянно увеличиваются размеры штрафов, и в ней есть множество частей, которые предполагают ответственность как для организатора публичного мероприятия, так и для участника. И, по большому счету, эта ответственность в том числе возможна и для случайных прохожих, которые просто проходили мимо, и для неаккуратных пользователей интернета, которые ретвитнули твит с анонсом митинга, даже не подозревая, что из-за этого они могут получить 15 суток ареста. В общем, тут много всяких разных последствий. Но важно помнить, что эта статья есть, уметь ее нагуглить и найти, и посмотреть, какие санкции положены. И, соответственно, здесь, смотря на возможные санкции, к разным частям статьи мы можем сразу вспомнить правило об административном задержании и сказать, что если вы, например, задержаны по части 1, то вас могут задержать в полиции до 3 часов, потому что эта статья, эта часть не подразумевает административный арест. А если, например, часть 1.1 или часть 2 статьи КОАПРЭ, то вас могут задержать до 48 часов в полиции, потому что санкция этой статьи альтернативная, либо штраф, либо обязательные работы, либо арест. Причем интересно, что зачастую это очень несопоставимые санкции. Ну, я думаю, что вот самый такой показательный пример это статья 19.3 КОАПРЭ, о которой мы уже сегодня говорили, это неповиновение законному требованию сотрудника полиции. По ней у нас раньше был штраф до 1000 рублей, сейчас он увеличился от 2 до 4 тысяч рублей, либо арест на срок до 15 суток. И, ну вот, спроси любого человека, что ты выберешь, 2000 штрафа или 15 суток ареста. И, ну, любой человек, наверное, скажет, что это совершенно несопоставимые санкции. Лишиться на полмесяца свободы или, там, заплатить штраф 2000 рублей, который можно годами, там, выплачивать. Это, конечно, все так очень странно, несправедливо, но вот в такой реальности мы живем. Кроме этого, у статьи 20.2 есть часть пятая нарушение участникам мероприятия, порядка его проведения. Это самая распространенная статья, которую раньше регулярно вменяли просто ковровыми бомбардировками всем задержанным участникам какого-то несанкционированного митинга. Но у этой статьи есть для нашего государства очевидный недостаток. Она подразумевает наказание только штраф или обязательные работы. А государство, как правило, заинтересовано в том, чтобы максимально охладить пыл протестующих и лучший способ охладить пыл это отправить человека под административный арест. Потому что, конечно, именно лишение свободы это самая такая отрезвляющая серьезная санкция. Поэтому вот эта часть пятая статьи 20.2 КОАП РФ, самая классическая квалификация, она сейчас не всегда применяется. И вот в Петербурге, в Москве, например, очень любят статью 20.2 часть 6.1, которая тоже подразумевает ответственность для участника несанкционированного мероприятия. Но там есть дополнительный параметр. Это не просто участие в несанкционированном мероприятии, но повлекшее создание помех, например, пешеходам или машинам, автобусам, или, например, какие-то преграды, связанные с тем, что людям не попасть в учреждения государственные, в какие-нибудь социальные службы и так далее. В этом случае ты являешься участником несанкционированного митинга, который просто стоит в какой-то большой толпе, и эта толпа, по мнению полиции, мешает проходу транспортных средств и пешеходов, ты оказываешься привлекаемым по вот этой части 6.1 статьи 20.2 КОАП РФ, и здесь уже тебе может возразить до 15 суток ареста. Тут тоже, конечно, с точки зрения и здравого смысла, и практики международных судов все это не должно так работать. И даже наш собственный Верховный суд говорит, что для того, чтобы применять часть 6.1, нужно установить, во-первых, наличие конкретных последствий, а во-вторых, установить причинно-следственную связь между действиями витингующего и этими последствиями. Нельзя просто сказать, что вот этот вот активист движения «Весна» стоял в толпе или там шел по проезжей части, чем создал помехи движению транспорта в средстве пешеходов. С точки зрения логики закона, полиция должна описать, что вот этот там конкретный участник движения «Весна» не пропустил там автобус номер 22, который шел по такому-то маршруту, из-за чего автобус там совершил задержку на полтора часа, и именно вот этот вот конкретный активист не дал этому автобусу проехать. В нашей же правовой реальности сотрудники полиции просто используют одинаковые абстрактные формулировки, не указывая, какие конкретные помехи были созданы и не указывая, что действия какого-то конкретного человека к этим помехам привели. Это, конечно, все незаконно, но это та реальность, с которой мы существуем. У нас есть статья самая печальная в этом ряду, это часть 8 статьи 20.2 КОАП РФ, это повторное совершение административного правонарушения, вот такого митингового. Это рецидивная статья, которая предполагает очень серьезный штраф от 150 до 300 тысяч рублей, или обязательные работы до 200 часов, или арест до 30 суток для человека, который является таким злостным нарушителем порядка проведения публичного мероприятия. И здесь важно понимать, как эта статья должна применяться. Вот у нас был недавно очень характерный пример, когда люди вышли на митинг 23 числа, и потом хотели выйти на митинг 31 числа, января, но они волновались, что они выйдут второй раз, и у них будет как раз вот эта вот повторная квалификация по очень серьезной вот этой статье, которая подразумевает очень большую санкцию, жесткую. И мы людям объясняли, что повторность, она означает не просто два раза вы задержались в соседние дни, а повторность в юридическом смысле это когда вас задержали, привлекли к ответственности, постановление по вашему делу, в соответствии с которым вы признаны виновными, вступило в законную силу, то есть либо вы его не обжаловали в течение 10 дней, либо вы его обжаловали, и вышестоящая инстанция подтвердила, что вы очень плохой человек, виновен в этой статье, и оставила постановление в силе, и вот после того, как постановление отступило в силу, вы снова с горячей головой побежали на митинг и снова задержались, причем в течение года после всей этой истории, после вступления в законную силу. Вот в этом случае образуется повторность. А если вас задержали, составили протокол, отпустили, и вы через неделю задержались снова, или если вы задержались, вас отвезли в суд, привлекли к ответственности, и вы подали жалобу, и ваша жалоба ожидает рассмотрения в горсуде, или вы еще даже не подали жалобу, потому что еще не истекли 10 дней на обжалование, то ваш выход на митинг через неделю не может создать эту повторность, потому что вы повторное правонарушение совершаете в тот момент, когда ваше первое постановление еще не вступило в законную силу. То есть вы еще официально не привлечены к административной ответственности. Ваша вина пока все еще под вопросом, потому что она еще не подтверждена второй инстанцией. Вот это очень важный момент, который регулярно обсуждается, и это понятно, потому что вот даже я пока вот это все объясняла, у меня горло пересохло, потому что много всяких деталек нужно проговорить, чтобы это понять. Так, еще у нас есть всякие разные другие статьи, которые изменяют митингующим, но эти статьи могут быть не связаны напрямую с законодательством о митингах, либо могут быть какие-то такие сезонные. Вот у нас сейчас сезонное правоприменение, это все, что связано с ковидом. Ну, это понятно. Когда началась пандемия, запретили проведение массовых публичных мероприятий и вообще любых публичных мероприятий, в том числе в Петербурге. Поэтому у нас получилась дополнительная ответственность, когда человек уже просто за факт участия в мероприятии, даже тут не нужно нам выяснять, было оно согласовано, не было оно согласовано, потому что по умолчанию мероприятия запрещены, и его привлекают к ответственности по отдельному вот этому карантинному законодательству. У нас есть законодательство Санкт-Петербурга, статья 8.6.1 закона Санкт-Петербурга об административных правонарушениях, нарушения карантинных мер, и есть аналогичная статья в Коапе, в федеральном законе, совершенно синонимичной диспозиции, там только разные штрафы, но в любом случае, что для нас с вами, наверное, скорее плюс, чем минус, что эти статьи подразумевают только штрафы в качестве наказания, но не арест. Причем штраф не такой большой, вот по одной статье это 4 тысячи рублей, по 8.6.1 закона Санкт-Петербурга, по другой статье от 1000 до 30000 рублей. Еще у нас есть статья «Мелкое хулиганство», она применяется в принципе редко, но не исключено, что и на митингах она тоже может применяться. Обычно ее используют, когда человек, например, ругается матом, или мусорит, или вот что-то такое делает, что, по мнению полиции, выражает явное неуважение к обществу, потому что определение слова «хулиганство» — это в большой части именно выражение явного неуважения к обществу, пренебрежения некими общественными нормами. Что такое общественные нормы, не все знают, я, например, не знаю, поэтому мне часто непонятно, что такое хулиганство, и это действительно очень такой дискуссионный вопрос. Есть статья 19.3, которую мы обсуждали, невыполнение требований сотрудников полиции. И что я тут забыла написать, это статья 20.2.2 Коап.РФ, которая применялась как раз почти ко всем задержанным в Петербурге после 31 числа, и это особо не поддающаяся пониманию статья, которая называется «Организация или участие массового скопления людей, которое не является публичным мероприятием». Когда эта статья появилась, ее в народе стали называть «Статья о том, что больше трех не собираемся», потому что она имеет максимально размытую широкую формулировку, и изначально было задумано, видимо, что ее будут применять к такому формату публичной активности, как народные сходы. Когда люди собираются на какие-то прогулки или сходы для выражения мнения, но при этом они не приносят собой плакаты, флаги, символику и не кричат кричалки, а они просто вот гуляют, не знаю, против закона об иностранных агентов, или гуляют в поддержку фигурантов «Дело нового величия», или что-нибудь еще такое. И вот, чтобы как-то побороться с этими массовыми сходами, которые не являются митингами в прямом смысле этого слова, придумали вот эту статью 20.2.2. У нас сейчас эта статья обрела новую жизнь, потому что она в том числе подразумевает ответственность за какие-то скопления людей, которые могли способствовать распространению коронавирусной инфекции, там нарушались санитарные нормы, либо люди, которые участвовали в этом скоплении, опять же, препятствовали движению транспортных средств и пешеходов. И эта статья очень активно применялась 31 числа. Почему? Потому что ее очень легко использовать, не нужно ничего доказывать, ты просто прилагаешь видеозапись или какой-нибудь рапорт, где сказано, что гражданин Петрова Марья Павловна была задержана в скоплении людей из 200 человек, тебе даже не нужно доказывать, что они кричали какие-то кричалки или имели какие-то плакаты. Ты просто говоришь, что вот они там скопились в каком-то месте в количестве 200 человек и не соблюдали социальную дистанцию полтора метра и тем самым способствовали распространению коронавирусной инфекции. И это оказалось очень хорошая для правоприменительной статья, потому что с одной стороны она добавляла воды на мельницу вот этого мема о том, что митинги Навального способствуют распространению коронавирусной инфекции, а вы знаете, что есть даже уголовные дела, которые возбуждены в связи с предполагаемым заражением людей ковидом. И в том числе она оказалась очень предпочтительна, потому что она подразумевает наказание в виде административного ареста, в отличие от вот знаменитой части пятой статьи 20.2, которая подразумевает только штраф. И поэтому очень активно ее использовали, конечно, тоже абсолютно незаконно, в том числе потому, что сотрудники полиции не брали на себя задачу как-то объяснить, почему вот это скопление людей способствовало распространению ковида, никто там реально не пытался посчитать социальную дистанцию между этими людьми, никто не обращал внимания, были они в масках или нет. И самое главное, мне кажется, это очень важно, что никто нам так и не объяснил, почему сотрудники полиции написали, что это очевидно публичное мероприятие, это очевидно был митинг, шествие, совершенно точно это было политическое вот такое вот собрание, почему они его квалифицировали как массовое скопление людей, которое не являлось митингом, но понятно, что это вопрос риторический, потому что, конечно, мы все понимаем, что это был митинг, но сотрудникам полиции было удобно это квалифицировать как массовое скопление, не являющееся публичным мероприятием, просто для того, чтобы использовать вот это вот и ковидное законодательство, и использовать возможность в дальнейшем дать аресты участникам этого митинга. Про уголовный кодекс я не буду говорить подробно, потому что это, во-первых, не моя сфера, во-вторых, это действительно требует каждого, это статья отдельного подхода, отдельной лекции. Здесь, наверное, основной мой такой общий правозащитный совет, хотя мы не можем защититься от применения этих статей совершенно рандомно, незаконно, кому угодно, но, по крайней мере, для того, чтобы постараться максимально защититься от применения таких статей, как 318, это применение насилия в отношении полиции или 319, оскорбление представителя власти, старайтесь, насколько это возможно, не оскорблять сотрудников полиции, не там использовать нецензурную брань в их отношении и ни в коем случае не трогайте сотрудников полиции руками, потому что даже малейшее какое-то прикосновение, отпихивание, которое явно не является насилием, а является, может быть, каким-то бытовым жестом, может стать основанием для возбуждения уголовного дела, к сожалению, мы знаем такие прецеденты, поэтому старайтесь максимально не трогать сотрудников полиции руками, если не хотите иметь такую перспективу. Теперь коротко про самозащиту в суде. У нас, к сожалению, сейчас ситуация в том, что мы не можем, ни мы, ни другие правозащитные организации, никто не может выделить на времена массовых акций адвокатов и защитников ко всем задержанным. После акций 23-го, 31-го числа у меня в личном сопровождении сейчас около 50 отдельных дел, и это очень много, но все это, все же это очень мало, потому что нам нужно сотни адвокатов по стране, которые будут готовы работать в таком режиме, а у нас их, в принципе, у всех правозащитных организаций гораздо меньше, и есть города, в которых у нас ни у Апологии протеста, ни у ОВД-инфо вообще нет защитников, поэтому мы вынуждены разрабатывать какие-то инструкции по самозащите, и у ОВД-инфо давно есть такие инструкции, у нас тоже появилась такая инструкция, мы делаем универсальные шаблоны документов, мы делаем там факью с ответами на часто задаваемые вопросы, со всем этим можно знакомиться, и даже если вам повезет и у вас будет личный защитник, эти знания никогда не помешают. И главное, что по большому счету это все реально и не сложно, если подготовиться. Можно почитать там гайды о том, как вести себя в суде, чтобы быть готовыми к сценарию всего этого процесса, знать, какие есть его основные части, там разъяснение прав, подача ходатайств, заявление позиций, оглашение постановления, чтобы знать, как подать жалобу на постановление и так далее. Но самые основные вещи, которые нужно сделать, если вы в одиночку идете в суд первой инстанции, это ознакомиться с материалами дела. Даже если вы принудительно доставляетесь в суд сразу после задержания, и у вас нет возможности как-то подготовиться, отдельно проконсультироваться, выработать позицию, все равно, когда вас доставят в суд и начнется судебный процесс, первое, что вы можете сделать, это заявить ходатайство об ознакомлении с материалами дела, и это ходатайство можно заявить, опять же, в самой сокращенной форме, прошу, предоставить материалы дела для ознакомления и объявить перерыв в заседании. Взять фотоаппарат и сфотографировать материалы дела от корки до корки для того, чтобы впоследствии вы смогли подать хорошую жалобу на постановление, которое, если все идет в таком режиме, скорее всего, будет обвинительным, чтобы у вас эти материалы были. или, может быть, вы прямо на месте изучаете материалы, заметите в них какие-то странности, противоречия, очевидные ошибки и сможете указать на них в суде. Если у вас есть возможность подготовиться к суду, заранее сделать какие-то ходатайства, имеет смысл, конечно, их заранее распечатать и подать прямо в судебном заседании. Это могут быть ходатайства о вызове свидетелей, вы можете привезти в суд своих свидетелей со стороны защиты, вы также можете ходатайствовать о вызове свидетелей обвинения для того, чтобы подвергнуть критической оценке их позицию, чтобы задать им какие-то вопросы, чтобы они повторили свои показания в суде, вы попытались указать на противоречие в их позиции, это все имеет большой смысл. Заявлять эти ходатайства обязательно надо, в том числе для того, чтобы впоследствии в Европейском суде по правам человека говорить о том, что если эти ходатайства не были удовлетворены, то суд нарушил ваше право на допрос свидетелей. Кроме этого, у нас есть такое традиционное ходатайство о вызове в судебное заседание прокурора, и это тоже связано с практикой Европейского суда, который говорит о том, что совершенно недопустимо, чтобы дела рассматривались, любые дела, без участия стороны обвинения. Вот, посмотрите на фотографию, вы видите на ней стандартный такой зал наших судебных заседаний. Сидит судья, справа от нее сидит секретарь, в центре в красненькой кофточке сидит привлекаемое лицо, и напротив сидит защитник. Хотя по тому, что мы опять же видим в кино, мы знаем, что у нас в суде должно быть две стороны. Сторона защиты и сторона обвинения. А у нас с двух сторон стола сидят не две разные стороны, а два человека со стороны защиты. А позиция обвинения вообще в процессе не участвует. Она лишена необходимости доказывать, что вы там что-то плохое сделали, виноваты и так далее. И европейский суд очень справедливо говорит, что если обвинение, то есть прокуратура не участвует в процессе, то функция обвинения автоматически присваивает себе суд. То есть вы оправдываетесь, а суд вас обвиняет. Хотя по логике состязательности процесса вы должны отстаивать свою точку зрения, сторона обвинения свою, а суд, как независимый арбитр, должен над вами наедать и сравнивать ваши позиции с чашей весов, смотреть, кто из вас был более убедительным. Поэтому вот ходатайство вызовет в судебное заседание прокурора, хотя оно не будет удовлетворено, эти ходатайства всегда отклоняют, но их имеет смысл заявлять, в том числе для того, чтобы в дальнейшем в европейском суде заявлять о таких нарушениях. Также заявить позицию. Здесь я уже говорила об очень важном моменте, что признание вины и признание участия в митинге это совершенно разные вещи. Если вы не участвовали в митинге, вы, конечно, имеете право сказать, что вы там случайно проходили мимо, или, может быть, вы были там как журналист или правозащитник. Любая позиция, которая у вас есть, вы ее можете заявить во всех подробностях. Конечно, в идеале обсудить вашу индивидуальную позицию с юристом, но в любом случае именно вы принимаете решение, какая позиция у вас будет, а не ваш защитник. Защитник всегда только поддерживает и сопровождает позицию, которая выбрана вами. Дальше. Фиксировать само заседание и нарушение. В любом судебном заседании вы можете включить диктофон и записывать аудиозапись. Для того, чтобы вести фото- и видеосъемку, нужно разрешение суда, для этого нужно подать отдельное ходатайство, а для аудиозаписи разрешение не нужно. После того, как вынесено постановление, если вы с ним не согласны, вы можете подать жалобу или, как говорят в народе, апелляцию. Для того, чтобы ее подать, нужно в письменном виде составить и направить в течение десяти дней с момента получения копии постановления. Если вам постановление изготовили сразу в суде и вручили в суде, то в течение десяти дней после этого, если суд состоялся, вам огласили только итог постановления и дальше оно вам может быть месяц идет по почте, то жалобу вы можете подать в течение десяти дней с того момента, как вы на почте ее получили. Ну и дальше во второй инстанции все то же самое, вы также можете заявлять ходатайство, фиксировать заседание на аудио и на видео, если вам разрешат это сделать. Вот здесь на фотографии вы видите один из залов Санкт-Петербургского городского суда, где рассматриваются жалобы на постановление по коапным делам в Петербурге. Еще есть вторая часть, она самая коротенькая, хотя у меня это тоже отдельная часть презентации, но это тоже отдельный большой разговор о том, как обжаловать в принципе действия сотрудников полиции, то есть как инициировать дела нам самим. Есть дела, которые инициирует государство, есть дела, которые инициируют сами задержанные. Если вы не согласны с какими-то действиями со стороны полиции, вы можете обратиться с административным иском в порядке КАС РФ. КАС РФ люди часто путают с КОАП РФ, потому что КАС это кодекс административного судопроизводства, а КААП это кодекс об административных правонарушениях. И там, и там есть прилагательный административный, поэтому кажется, что это что-то одно и то же, но на самом деле КААП это такой маленький уголовный кодекс, то есть это кодекс о маленьких проступках в правонарушениях, а КААС это отдельный большой кодекс, который говорит о том, как оспаривать законы, какие-то индивидуальные акты государства и в том числе отдельные действия полиции, других органов, избирательной комиссии, например, или еще каких-то представителей власти, должностных лиц. Вы можете обратиться к таким административным искам. результатом этого иска станет решение суда, в котором будет написано, что да, действия полиции были незаконны или нет, уважаемые, вы не правы, хоть вас там и держали пять часов на морозе в автобусе, но действия полиции были все-таки законны. Кроме этого, есть возможность обращаться с гражданским иском в порядке ГПК РФ, как правило, ну вот в нашем случае с задержанными, мы идем с этим иском, когда хотим компенсировать в какой-то моральный вред или имущественный ущерб. К сожалению, хотя напрямую это не должно зависеть от того, привлечены вы к ответственности в итоге или нет, но на практике такие иски имеют успех только если вы выиграли свое дело по КОАП, то есть вас пытались привлечь к ответственности за нарушение какого-то митингового законодательства, вы выиграли дело и после этого идете с иском о компенсации морального вреда. У меня недавно было дело, как человек просидел семь суток административного ареста за митинг по пенсионной реформе. В итоге мы с ним задним числом выиграли это дело, суд согласился с нами, что в его действиях не было состава правонарушения и вообще не было даже события правонарушения, и потом мы взыскали компенсацию в порядке ГПК РФ за те дни, что он находился незаконно под арестом, и в том числе взыскали неполученную заработную плату за эти дни, всего там порядка 85 тысяч он получил компенсацию, что, конечно, все равно очень маленькие деньги по сравнению с таким серьезным арестом и серьезным лишением свободы, но все же это очень хороший результат и очень редкий для современного правоприменения. Кроме этого вы можете обращаться с отдельными жалобами в МВД и напрямую, и также в управление собственной безопасности МВД, это такой отдельный орган, который внутри МВД следит за законностью в действиях полиции, прокуратуру, которая надзирает за законностью в принципе в следственный комитет, в такие не государственные, а такие отдельные формирования, как аппарату полномоченного по правам человека, который может способствовать расследованию каких-то нарушений и превышения полномочий и так далее. Кроме этого вы можете обращаться в международные инстанции, это ЕСПЧ в большинстве своем. И тут очень важно понимать, что мы обращаемся в ЕСПЧ не для того, чтобы пересмотреть еще раз то дело, которое в отношении нас завели. Вот, как люди часто думают, ты прошел первую инстанцию по статье 20.2 КОПРФ, потом вторую инстанцию, а потом с апелляцией прошел в ЕСПЧ. На самом деле это никакая не апелляция, это не пересмотр вашего дела заново, а это именно способ восстановить нарушенные права, которые предусмотрены конвенции о правах человека. Например, у вас есть право на свободу собраний, право не подвергаться незаконному аресту, право на справедливое судебное разбирательство, и вы указываете на нарушение этих конкретных прав, в том числе вы можете и в прокуратуру об этом писать, и в следственный комитет, и куда угодно, и в том числе в ЕСПЧ. Просто для того, чтобы обратиться в ЕСПЧ, нужно сначала исчерпать какие-то возможности на уровне России. В нашем случае пройти две инстанции, районный суд и городской, и после этого обращаться в ЕСПЧ, но в принципе это не пересмотр вашего дела, а именно жалоба на нарушение конкретных прав. Я уже тут совсем заканчиваю как раз, 15 минут мои последние истекают, поэтому здесь просто покажу несколько скринов, как выглядят в 21 веке электронные обращения в прокуратуру, в следственный комитет, в аппарату полномоченного. Все это очень легко делать, потому что это делать в электронном виде, проще паренной репы, поэтому не стесняйтесь использовать эти инструменты. А обращение в ЕСПЧ сейчас тоже очень простое. После того, как вы проходите две инстанции по КАП в России, вы вместе с вашим представителем заполняете формуляр европейского суда и по почте отправляете копии материалов вашего дела и заполненный формуляр, и дальше европейский суд заочно рассматривает вашу жалобу, причем по делам в отношении мирных протестующих, как правило, упрощенный порядок, и все равно этого решения придется ждать несколько лет, но меньше лет, чем по каким-то другим делам. Так что это все имеет большой смысл, тут главное уже дожить до вынесения этого решения, и если вы в национальных судах отстаиваете именно позицию того, что вы были мирным протестующим, вы не случайный прохожий, а вы человек с политической позицией, который пришел мирно ее выродить и были незаконно задержаны, то тогда у вас есть большие шансы получить компенсацию в европейском суде. Вот, я на этом заканчиваю, и здесь у меня как раз последний слайд про вопросы, я буду очень рада их услышать и немножко передохнуть голосом, пока вы будете их обувывать. Ну, я не знаю, в принципе, вопрос сегодня косвенно был ответ, но у нас, допустим, в Барнауле, когда мы выходим на акции, у нас записывают наши данные, то есть какие-то вообще это как, вообще законы, незаконы, может быть, мы им можем не давать наши данные, то есть как нас зовут, там номер телефона, прописка. Вопрос очень хороший, потому что он, с одной стороны, такой как будто бы простой и не очень принципиальный, с другой стороны, на самом деле, он действительно фундаментальный, по большому счету, и вызывает регулярные тоже обсуждения. Вот, например, ты стоишь в одиночном пикете, может ли полиция подойти и попросить у тебя документы? И правозащитники, даже, а не только там полиция и общество, разделяют разные взгляды на этот вопрос, потому что, в принципе, полиция имеет очень конкретный перечень для проверки документов. То есть проверять документы полиция может не у каждого встречного, который чем-то ей не понравился, а должны быть определенные основания, например, ориентировка или признаки совершенного правонарушения или что-нибудь такое. И когда мы пытаемся сотрудников полиции заставить объяснить, почему они проверяют документы у одиночно пикетировающих, у них это часто вызывает какой-то когнитивный диссонанс, они сами не понимают, почему же они проверяют эти документы. Понятно, что они проверяют, потому что им сказало начальство это сделать, и они дальше особо не рефлексируют. Но те из них, кто как-то уже придумал ответ на этот вопрос, обычно говорят, что у нас в законе есть, например, такое требование, что организатором публичного мероприятия может быть только гражданин Российской Федерации. И, соответственно, если ты стоишь в одиночном пикетсе, то ты как бы являешься организатором своего собственного маленького публичного мероприятия. И для того, чтобы проверить, что ты являешься действительно гражданином РФ, они проверяют твой паспорт, чтобы убедиться, что ты гражданин РФ. Но это, честно говоря, все очень зыбко, очень дискуссионно, потому что само понятие организатора одиночного пикета, оно немножко такое само противоречивое. Поэтому тут, вот как я отвечала на вопрос Ромы про передачу паспорта в руки сотрудникам полиции, наверное, ответ будет такой же, что действовать надо по ситуации. Я знаю, что у нас в Петербурге есть активист мой подощитный, который как-то убедил сотрудников полиции, что они не должны у него в паспорте проверять регистрацию, потому что его регистрация совершенно никакого отношения к митингу не имеет, и они согласились и не стали ее проверять. И другой раз он, кажется, даже убедил сотрудников полиции не проверять его паспорт, потому что он был в одиночнем пикете, и они как бы потолковали между собой, и согласились оба, что законных оснований к этому нет. Поэтому, наверное, имеет смысл поговорить с полицией, вежливо задавать ей вопросы, чтобы она сама для себя и для вас объяснила, на каком основании вас проверяют документы, но действительно, поскольку не исключен риск, что полиция может попытаться, если вы не показываете документы, как-нибудь незаконно попытаться вас привлечь к ответственности за невыполнение законного требования сотрудника полиции или задержать вас до установления личности, то тут нужно быть осторожным, потому что определенные риски тут, конечно, есть. А вообще имеют ли право нас задерживать за то, что мы пикетируем? Я как правозащитница, конечно, считаю, что нет, потому что никакие международные понимания права не позволяют лишать человека свободы в связи с тем, что он мирно осуществляет свое право на свободу созданий или свобода выражения мнения в случае одиночного пикета ничего плохого не делает, никак не мешает жить другим людям. Но на практике, я вот уже говорила об этом, что полиция использует формальное основание как задержание и доставление в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении. И суды наши, к сожалению, обычно соглашаются с тем, что даже если вы в итоге, может быть, даже были оправданы в суде или дело не было возбуждено, но полиция имела право доставить вас в отдел для составления протокола, и это очень трудно опаривать, хотя в общечеловеческом правозащитном смысле это, конечно, незаконно, потому что это непропорционально нарушает ваше право на свободу выражения мнения. И никто не должен подвергаться доставлению в отдел полиции просто за то, что он развернул плакат на улице своего города. Конечно, в прекрасной России будущего такого не будет, но тут надо еще дожить. У нас в Твери в последнее время доблестные сотрудники полиции применяют такую практику. За несколько часов до мероприятия они приезжают по месту прописки или вылавливают на улице активистов и вручают им повестки, которые буквально через 10 минут ты должен явиться в полицию. Мол, проедемся с нами, если вы не едете с нами. Мы по УПК вас задерживаем, и вы все равно едете в полицию. Я думаю, что я поняла вопрос. Да, у нас в Петербурге тоже такая практика есть. Приятно чувствовать себя частью большой страны, что в разных ее уголках происходит одно и то же в беззаконии. Действительно, у нас в полиции тоже делаются такие вот превентивные задержания, когда сначала тебя куда-то волокут, потом еще оказывается, что ты еще и сам туда пришел, якобы съяв из повинной или чем-нибудь подобным. От этого трудно защититься, потому что если ты, допустим, вышел из дома, например, ты идешь на митинг, ты вышел из дома, тебя поджидает полиция, то она, конечно, не будет с тобой расшаркиваться, она действительно просто тебя схватит за руку и за ноги и повезет в отдел полиции и дальше уже будет оформлять на свое усмотрение. Но тут нужно помнить, что если вы все-таки не попались где-то на улице, а полиция просто стучит вам в дверь, то вы имеете полное право полиции дверь не открывать. Или если вам присылают какую-то повестку, там, например, явиться на составление протокола, по этой повестке тоже можно не ходить, потому что КААП говорит о том, что если вас вызывают на составление протокола, а вы не явились, то никаких санкций за это не предусмотрено, просто протокол составляется в ваше отсутствие. Поэтому добровольно сотрудникам полиции дверь лучше не открывать и с ними, если есть возможность какого-то выбора, некуда не ехать и убедить, там, рассказать своим родителям или сожителям о том, что просто так полиции дверь открывать не надо. Единственное неизбежное открытие двери происходит в случае обыска, когда у полиции есть постановление на обыск вашего жилища, но в этом случае тут уж даже если вы не откроете дверь, полиция сама ее откроет. А по КААПу полиция не может принудительно вламываться в ваше жилище. Если же все-таки такое случилось, и вас превентивно задержали, и у вас не было возможности как-то от этого отказаться, то нужно обязательно стараться зафиксировать это задержание. Если полиция потом будет как-то задним числом говорить, что вы сами пришли, да вас никуда не доставляли, то попытайтесь как-то хотя бы там в видео или в виде актов зафиксировать это доставление для того, чтобы в дальнейшем как раз обжаловать это действие, не только с точки зрения того, что вас просто лишили свободы незаконно, но еще и с точки зрения того, что полиция таким образом тоже вмешалась в ваше право на свободу собраний, потому что превентивно вас задержало, очевидно понимая, что вы активист и собираетесь на митинг, и таким образом вы были лишены возможности осуществить свое право на свободу собраний. И это там для ЕСПЧ будет очень хороший кейс, который можно действительно довести до ЕСПЧ, и там получить компенсацию от России в дальнейшем за такое незаконное лишение свободы перед митингом. Есть ли смысл составлять акт, если никого вокруг нет? Я так понял вопрос. А, это хороший вопрос. Действительно бывают ситуации, когда что-то надо зафиксировать, но нет рядом с тобой другого человека, который может подтвердить твои слова. У меня в организации наблюдателей Петербурга есть коллега, который использует такую практику на выборах, если он единственный, независимый, присутствующий на участке, и он хочет о чем-то составить акт. Он составляет акт в одиночку, и в этом акте пишет о приложении к нему, фотографии и видеозаписи, сделанных на его же собственное устройство. И в этом смысле он очень подробно расписывает, что вот, ну, поскольку нет второго актора у этого акта, то он пишет, что в подтверждении описанного, ну, в подтверждении информации выше прилагают к данному акту, там, видеозапись на телефон, там, не знаю, у Huawei 222322, сделанную мной в такое-то время в каком-то помещении. И это действительно, ну, если уж совсем нет никаких других вариантов, то это, наверное, единственно возможный. Вот если ты один, то тогда пусть это будешь ты плюс твои видеозаписи, а не просто видеозаписи. Ну что, коллеги, давайте, наверное, будем заканчивать, если нет вопросов. Заканчивать, если нет вопросов. Заканчивать, если нет вопросов. Заканчивать, если нет вопросов. Заканчивать, если нет вопросов.